всем всем привет как я уже говорила в предыдущем видео когда снимала видео о том как я готовлю варенье из кабачков что я насобирала очень много кабачков и теперь нужно их куда-то использовать так как мы все очень хорошие хозяйки не хотим чтобы у нас что-то пропадала ну вот сегодня у меня по плану приготовить еще кабачковую икру обычно я ни в чего не взвешивала просто брала какие-то продукты и готовила из того что есть но тут решила все взвешивать у меня есть электронные весы я взвешивала на значит у меня получилось килограмм 300 грамм очищенного и порезанного уже кубиками кабачка 300 грамм сладкого перца 300 грамм очищенного лука это все в очищенном виде 300 грамм моркови и томатная паста я ее выдавила из помидор муж мне тоже помогал из своих помидор сейчас мы приступим к тому что все это порежем мы обжарим все это потом все смешаем ну по порядку сейчас мы будем резать значит лук можно резать как так как вы хотите как вы привыкли потому что я планирую это все перемешать блендером эту икру я не планирую закрывать в банке на зиму мы будем ее просто кушать у меня еще достаточно кабачков из которых я возможно закрою на зиму икру это один из разновидностей одна из разновидностей сегодня это кабачковая икра ее можно делать острую сладкую можно готовить яблоками но с чем хотите как душа пожелает какое у вас будет настроение в процессе того когда вы ее начнете готовить что пожелаете то можете добавлять лук мы порезали и все так же я буду резать и начнем обжаривать постепенно будем резать и обжаривать вот так мы обжариваем лук здесь во второй сковородке у меня сразу обжаривается морковь сейчас я обжарю это все вложу в брусок масло тепло лишнее и буду обжаривать следующие овощи потом меня обжаривается перец вот я уже обжарила вот у нас обжариваются кабачки и скоро мы уже подходим к завершению вот положила 5 ложек помидор да вместо томата и вот их обжариваю икры вот значит я добавила черного перца немножко сейчас я добавлю соли наверно возьму такую чайную ложечку я еще не добавляла соль когда это все обжаривала и добавлю красного перца немного мне муж не любит острую еду поэтому я по чуть-чуть и вот так вот я это все а а а а а а а я думаю я нормально перемешала тщательно если надо будет еще подсолить я подсолю кому сколько нравится соли вот столько пусть и кладет весь похоже это раньше же было кабачковая икра в магазине продавалась очень даже похоже ну я думаю это вкусно может попробуй вполне себя ничего очень даже вот такая икра кабачковая икра заморская у нас получилось и мы сейчас будем ее кушать всем приятного аппетита готовьте кабачковую икру вместе с нами всем пока